МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня мы отойдём от темы спиннинга и поговорим про электронные сигнализаторы поклёвки. В общем, я не являюсь заядлым торпятником или федеристом, но время от времени люблю выехать на длинную рыбалку, особенно с ночёвкой, и можно просто спокойно половить рыбу и отдохнуть. Раньше я всегда пользовался простейшими сигнализаторами поклёвки – колокольчиком. Редактор субтитров А.Семкин И они меня, в общем-то, устраивают. Простые, дешёвые, с одной стороны, достаточно информативные, с другой стороны, их не жалко просрать. Но для длительных сессий, когда ты не только ловишь рыбу, но и готовишь еду, ставишь палатку, разжигаешь костёр, колокольчиков уже недостаточно. Это я ещё не говорю про ночную рыбалку. В связи с этим, было принято решение купить набор электронных сигнализаторов на Алиэкспресс, поскольку цена в наших магазинах на подобные комплекты сильно кусается. Тестировал я их один сезон, теперь готов поделиться с вами плюсами и минусами этих устройств. Вначале кратко пробежимся по техническим характеристикам. Оставляется этот набор вот в таком хорошем кейсе. Включает в себя 4 сигнализатора, 4 свингера и пейджер. В комплекте идёт небольшая краткая инструкция. Она на английском языке. Но в принципе тут всё понятно. Сигнализаторы питаются от батарейки крона на 9 вольт. Очень понравилось то, что гнездо, куда вставляется батарейка, не имеет дополнительных проводов. Контактная группа установлена на стенке гнезда. Это достаточно надёжная система. Контакты пронумерованы где плюс, где минус. Просто вставляем батарейку. Закрываем крышку. Крышка, как и сам корпус, выполнена из прорезиненного пластика, очень приятного на ощупь. Всё выглядит достаточно качественно. Спереди сигнализатор имеет 2 индикатора светодиодных. Промаркирован номер. Их, поскольку 4, на каждом имеется свой номер. Также здесь установлен динамик. И 4 кнопки управления. Первая кнопка, это кнопка питания. Отвечает за включение и выключение устройства. Вторая, это тональность. Можно выбрать разные варианты звучания, чтобы на слух определять, какая удочка сработала. Третья кнопка, это кнопка громкости. Звук, кстати, можно убрать совсем. И четвертая кнопка, это чувствительность. То есть можно настроить чувствительность под определенные условия погоды. То есть сильный ветер, большая волна, ну или наоборот, полный штиль. Значит, снизу есть гнездо для подключения свингера. Давайте включим его. Посмотрим на тональность. Громкость выключили. Регулировали. Значит, индикаторы имеют разные цвета свечения. По индикации можно понять, при поклевке рыба движется к берегу или от берега. Например, вот так. Горит красным. В обратную сторону горит зеленым. Теперь давайте рассмотрим пейчер. Корпус устройства выполнен также из прорезиненного пластика. Сверху есть небольшая антенна. Дальность приема заявлена как более 100 метров. Думаю, этого вполне достаточно. Спереди есть динамик и экран для отображения сработавшего сигнализатора. Сзади на корпусе есть клипса для крепления на одежду. Сверху установлен переключатель режимов. Всего есть три режима. Это выключение, виброрежим, и звуковой режим. Питается пейджер также от батарейки 9 вольт. Тут оно уже установлено. Само гнездо для батарейки выполнено по той же системе, что и у сигнализатора. Также в комплекте идут четыре свингера. Они имеют разные цвета свечения. Их четыре. Синий, красный, зеленый и желтый. Все они промаркированы дополнительно. Очень удобно устроить. Можно, в принципе, посмотреть. Давайте подключим. И посмотрим. Загорелся в синим. Также давайте протестируем сразу и пейджер. Включим виброрежим. И звуковой. Теперь скажу о своих впечатлениях и о плюсах и минусах данного набора. Итак, плюсы. Первое. Это, конечно, виброрежим у пейджера. На самом деле, эта функция просто подарок. Когда вы на ночной рыбалке с семьей и рядом спит ребенок, это очень выручает. Вибрирует он достаточно сильно. То есть, даже если вы его положите рядом, то обязательно услышите. Второе. Это управление сигнализаторов, разнесенное на четыре клавиши. Это очень удобно по сравнению с тем, когда управление завязано на одной крутилке. Плюс при выключении питания сделанные настройки не сбрасываются к изначальному. Третье. Это четыре разных цвета у свингеров. Это очень удобная визуальная функция. Четвертое. Качество материалов изготовления приятно удивило. В общем, не скажешь, что это Китай. Шестое. Это, пожалуй, цена. По сравнению с аналогичным комплектом, который продается в наших магазинах, это просто песня. К минусам, пожалуй, можно отнести отсутствие функции сторожа. В целом, комплектом я доволен. Сделано все качественно, все работает без сбоев. Стоит сравнительно дешево. Рекомендую к покупке. Алиэкспресс рулит. На этом, пожалуй, все. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok